Всем тихой ночи! А вообще патафизика это странная вещь. Всегда интересно, когда вымышленные персонажи проникают в реальность. Но особенно интересно это получилось у персонажа мира SCP под обозначением SCP-105. SCP-105 это невысокая светловолосая девушка по имени Айрис, оказавшаяся в фонде SCP в качестве объекта. И оказалась она в учреждении фонда не просто так. У неё есть фотоаппарат, предметами на снимках которого она может свободно манипулировать. При этом она просовывает руку прямо в фотографию и может например передвинуть любой заснятый предмет, после чего тот передвинется в реальности. Очевидцы говорят, что в месте изображённом на фото внезапно появляется женская рука отдельно от тела и двигает предметы, а затем также внезапно исчезает. Лучше всего эта способность работает с её старым фотоаппаратом Polaroid. Но в принципе она так может с любым фото. А ещё она интересна тем, что популярна за пределами сайта SCP. Про неё написали несколько книг и визуальных новелл. По ней нарисовано какое-то бесконечное количество артов, а также сделано немало косплеев. Посмотрим на этого персонажа повнимательнее. Ещё в детстве Айрис заметила, что видит движение волн на фотографии моря, а как-то раз столкнула камень со скалы, передвинув его прямо на снимке. Способности Айрис стали известны фонду, когда она через фотографию увидела убийство своего парня. И так как она знала все подробности этого убийства, арестовали именно её. Когда на суде она показала свои сверхъестественные способности, агенты фонда увезли её к себе в качестве объекта SCP-105. Сидела в камере содержания она недолго, потому что вскоре руководство SCP решило начать проект «Шкатулка Пандоры» и собрать боевую МОК из аномальных людей. Потому что, почему бы и нет. Также фонд решил, что аномальным бойцам аномальное снаряжение, потому изготовил для всех членов группы доспехи, также из имеющихся SCP-105 объектов. Основные бронепластины были изготовлены из SCP-143. Это аномально прочные деревья, так что доспех получился лёгкий и практически непробиваемый. Также все члены этой группы получили доступ к SCP-6, фонтану молодости, благодаря чему быстро восстанавливали все полученные раны и разного рода аномальный ущерб. Да и вообще фонд открыл многие камеры содержания с полезными объектами для этого отряда. Кроме всего этого, фонд, конечно же, занялся психологическим состоянием Айрес, чтобы убедиться, что никакие проблемы в голове не помешают ей выполнять поставленные задачи. Вроде бы выглядит многообещающе, но эта попытка оказалась неудачной, потому что один из основных боевых SCP в группе, SCP-076, известный как Авель, оказался практически неуправляемым. Он нападал не только на противников, но и на своих, не мог сосредоточиться на задании, да и вообще проект «Шкатулка Пандоры» постоянно преследовали различные неудачи, из-за чего его пришлось свернуть. Айрес в ходе всего этого показала себя крайне полезной, как минимум тем, что она оказалась, наверное, единственным человеком, который наладил хоть какой-то контакт с Авелем, что немало удивило руководство SCP. После закрытия этого проекта, идея использовать Айрес в качестве оперативника фонда никуда не пропала, а даже наоборот. Был открыт проект «Последняя надежда», который изначально заключался в том, чтобы собрать МОК вокруг Айрес. Такое доверие к ней появилось не на пустом месте, а после случая, когда на базу фонда напала неизвестная организация. И когда у Айрес появилась возможность сбежать, она не только не сделала этого, но и помогла агентам фонда отбиться от противника. Оценив этот жест, Совету 5 начал размышлять над тем, с какими аномальными объектами и людьми могла бы взаимодействовать Айрес. А самой ей было позволено заниматься развитием своих способностей. Она научилась просовывать руку не только в снимке со своего любимого полароида, но и вообще в любые фотографии. Поначалу это получается не очень хорошо, но со временем результаты становятся все более впечатляющие. Айрес в какой-то момент приобрела способность пролезать своей рукой в любое сфотографированное место. То есть, в общем-то, вообще в любое. Первая операция, в которой она участвовала в новом качестве, была операция Гренада. Оригинальный перевод и чтение которой, кстати, есть на этом канале. Ссылку можно найти и где обычно. В ходе этих событий агенты фонда боролись с последствиями заражения зомби-вирусом. И во время всего этого Айрес сыграла ключевую роль. В нужный момент подорвав заряды взрывчатки, используя свои аномальные способности. Что сильно помогло штормовой группе справиться с толпами монстров. Ход операции Гренада и роль в ней Айрес впечатлили совету 5 фонда настолько, что впоследствии она несколько раз руководила действиями групп фонда SCP. При этом все еще оставаясь SCP-объектом на содержании по сути своей. Вообще, силы Айрес сами по себе довольно интересны. И в старой версии объекта они были описаны несколько иначе. Да, документация по Айрес несколько раз изменялась. Если в нынешней версии страницы она просовывает руку в фото, чтобы что-то там поменять, то в изначально она могла двигать изображенные на фото предметы силой мысли. Отличалась в изначальной версии и ее история. Там она также увидела убийство своего парня через фотографию и приехала к нему домой, где ее застали с холодным трупом. Однако после ее рассказов про фотографию, Айрес оказалась в психиатрической больнице, из которой ее потом забрал фонд SCP. При этом она вела себя так, как будто это она решает, согласится она или нет на перевод в камеру фонда. И согласилась она с таким условием, что ей иногда будет позволено покидать учреждение фонда. Еще в старой версии статьи есть интервью, в котором Айрес смогла убедить ученого фонда, что она совершенно обычный человек, и ее нужно отпустить, даже несмотря на то, что о ее способностях было хорошо известно. Ученый согласился с этими доводами, и ворота секретной зоны открылись перед девушкой. Узнав об этом случае, один из членов Совета О5 приказал поймать Айрес и вернуть обратно. То есть, пока информация не дошла до Совета О5, никто даже не подумал, что что-то не так. В общем, изначально Айрес обладала явно куда более выраженными аномальными способностями, чем нынешняя, и умела управлять не только предметами на фотографии, но и разумом людей. В конце той статьи было написано, что SCP-105 прошла некую программу перевоспитания, и стала более лояльной и безопасной, что довольно интересно соединяет старую и новую статью об этом персонаже. Эта тема, кстати, развивается также и в рассказах. В них с Айрес немало общается, один из сотрудников SCP-Доктор Креф, который известен своими не только явно аномальными свойствами, но еще и тем, что, судя по всему, является также агентом организации ГОК, как минимум бывшим, где его знают в качестве агента Укулеле. Клеф постоянно находится где-то рядом с Айрес, он так или иначе присутствует в большей части рассказов с ней. Возможно, его к ней интерес связан прежде всего с тем, что сама глобальная оккультная коалиция интересуется способностями Айрес. В мире дезорганизации, там, где фонд SCP не существует, Айрес попала именно к ГОК, который тут же ее завербовал. Работа в этой организации оказалась психологически тяжелой, потому что девушку с фотоаппаратом часто отправляли убивать аномальных людей. Зато коалиция изучила ее способности и пришла к выводу, что Айрес — это гуманоид зеленого типа, то есть скульптор реальности, но настолько слабый, что не представляет особого интереса. Потому после непродолжительной работы на эту организацию ее просто отпустили. И это очень странно, ведь ГОК ставит своей задачей уничтожить аномальных гуманоидов, в особенности зеленых, а Айрес просто отправили в почетную отставку. В общем, Айрес — это достаточно интересный персонаж. Вроде бы просто девушка с фотоаппаратом, умеющая только лишь двигать предметы на снимках, но на деле что-то куда большее. При этом о ее истинных возможностях можно только догадываться. Всем пока!